в принципе неплохо выглядит неплохо единственно что сильно стер сильно слишком то есть там не так сильно все-таки слишком заблеваю сейчас попробуем разобраться что есть что здесь конечно чуть-чуть перегрязнил и немножко скучновато сделал то есть она какая-то равномерная какой-то не на зубная щетка на нее по вызову сейчас слегка подправим чтобы это поинтереснее смотрелось ну давай вот с этой наклеечки начнем после уточняющие вещи то есть если вот начал жанка типа создавать эффект жанкости такой какой то ну то есть не будем сильно мучить какой-то стикер я не знаю что ты тут выключаем да вот ищем то что отвечает за этот стикер вот клавишем я запись ты начал вроде начал рассказ в 10 просто чуть-чуть также слегка уголки стерем как на референсе то есть можно там есть что я просто базовую кисть взял какую-то хардовую все то есть чуть-чуть так пожамкал слегка вот так же там строк опасти слегка уменьшаю и чтобы он там чуть-чуть растворялась сейчас маску вроде твою это за хайку твою редактирую с нее ты почему-то берешь маску ну пусть будет не страшно чисто так слегка и если здесь начал жамкать то и снизу видишь не чуть пожамкалась она тоже чуть-чуть там слегка чтобы не создавался эффект что она типа везде какая-то равномерно чтобы поинтереснее слегка смотрелось везде слегка пожамкать на это маска хайк а это общий хайк где-то тут ты наверно отдельную хайку из а вот это данное я тоже чуть-чуть там можно подрисовать быть но вот такой результат уже устраивать сверху ну вот этот уголок его сложно повторить то что-то нормалка тут геометрии бы вот поэтому какой-то стикер вот он поэтому давай-ка вернем его все-таки какое-то острое значение не знаю почему не могу вернуть наверное тут уже что-то насоздавал или нет ну или тут ты хайку немножко вот потом стер вот так скорее всего ну то есть я не буду сейчас сильно мучить по свернуть уголок изначальное положение пусть он такой кривой косой ну плюс-минус выглядит так сейчас я заводчу этот чтобы нас не убегал постоянно все-таки плюс-минус был перед глазами это то что нужно по наклеечкам чуть-чуть улучшить пройтись теперь по вот этой штучке она все хорошо получилось пытаюсь найти так это она или она это не она она у тебя где находится в борисе ты с помощью мазок наверно еще редактировал да вот я немножко эту маску хорошо что ты в виде маски сделал все-таки чуть-чуть от откачу назад прям вот то есть немножко первое сердце вот тут тут надо заново чуть-чуть перепроджектить вот это место либо то что ты надел просто возьму сотру но советую перепроджектить то снова открыть и это место аккуратненько стерочка пройтись понимаешь вот это у тебя project почему артур ты тут ну потому что я сейчас верну потому что вот видишь несовпадение то есть вот вот она шов такой вот тут возьми еще перепроджекте аккуратненько это место он не зацепил эту то есть вот в это аккуратненько ты можешь когда проджекте сделала там столько пасть какой-то очень низенький либо взять очень мутную кисточку так назову какой-нибудь то есть basic soft какой или там еще что-то такое с растянутой фойм здесь вот можно в принципе хэд нас настраивать какой-то атрибьют ну или добавить сюда альфу чтобы можно было контролировать это все более качественнее но сейчас попробую фолов уменьшить не фолов это слишком вот здесь с правой стороны отображается как она выглядит аккуратненько поставишься там с project мне сейчас этой картинки здесь нет она в проекте то наверно не сохранена и не надо чтобы но слишком сильно много не весело на в проекте поэтому я не смогу сейчас это прожить немножко сделать его по насыщенной слишком растворил и восстановить видишь вот тут все-таки есть рисунок хотя подожди у тебя там наверно оверлап у тебя там оверлап поэтому забудем об этом просто вот вот этой штуки нужно будет восстановить чуть-чуть видишь вот она тут я кстати делал фотографии сейчас скинул в дискорде тут на снова нашел на эти штучки так сейчас я тебе попробую их прикрепить две штуки ничего не будут отправляться безумный интернет вот и вот там реально какая-то непонятная стеклоткань вот я сфотографировал раз и вот такой рыбка пост шоп ты еще тебя были вечеранс как там пачкается и что-то какой-то потек интересный очень интересную штучку сейчас мы сейчас к этой штуке видишь он гораздо сильнее загрязнен чем твой оригинал в первое фото добавлю здесь теперь по твоей штучке ручки вот здесь сейчас я попробую забраться что тут делал потому что давно мы это делали а обратим внимание чем ближе кромки но здесь не видно но мы художественно тогда будем это расценивать чем ближе к ромке тем больше грязи но тут плюс-минус это слегка заметно то есть вот тут все-таки должна быть какая-то насыщенная грязь почему то же чем как скажем больше поверхности где скапливается грязь и так далее то есть более по ровной поверхности они меньше обычно пачкается их меньше руками зацепляют меньше их очищают ну таким случайным образом то есть художество нужно добавить наоборот немножко здесь утемнением пытаемся разобраться что тут у нас есть есть вот такой дерт вот он твой основной который немножко паршивенько смотрится и это забирается чего-то там давай разбираться чуть-чуть что-то зачем-то этот подчищал хсэльный ну ладно тоже пусть почищен чего он тут забирается с дерт масок а это общее высветление все теперь разобрался что у тебя происходит ну давай посмотрим выключаю пока твои все масочки смотрим вот ты вот вот этот что-то тут добавил какую-то грязь вот она пятнышко я сейчас подстирую потому что она слишком тут насыщенная возьму обычную кисть и по так я рисую не на том на чем надо и немножко пока подсотрует это обычный какой-то у тебя screen ты выбрал но пусть будет тут чуть-чуть подсотру то есть не надо делать вот такие термоядерные пятна они слишком кого-то там гуталином намазали вот тут тоже что-то подубавил и их под уменьшил термоядерные пятна которые вот вижу вот такие видишь они слишком такие термоядерные их слегка уменьшаю и сделаю просто обычный подтек то есть я вроде альфа тебе показывал я сейчас тебе скину какую-нибудь альфу все-таки чтобы она была у тебя вот если не скидывал вот допустим так вот то есть надо найти накачать купить но этот библиотеку потом постепенно пополняется чтобы не сидеть и не придумывать ничего потому что уже все за тебя придумали это экономит время вот вижу такой потечку сделал беру строк опасть уменьшаю еще уменьшу чтобы чуть-чуть приглушить чтобы она там как тут ну смотрелась какая-то клякс вот вот пример вот на вот этом есть только она виде белых какой-то краски у тут какие-то сколы есть но типа всегда есть какой-то подтек он должен привлекать внимание и он должен выглядеть как подтека небольшое гигантское пятно и вот здесь то есть возьму тоже лучше там в виде подтек тоже за project еще чисто так снова выберу stroke opacity и чуть-чуть подумаешь пост какой-то подтечек и уже выберу какую-нибудь кисть давай только альфу тебя сейчас эту скину чтобы не потерять шоу xp и и где тут чат дискорда где у нас тут где он тут не вижу совсем не вижу но где-то он есть я вижу что он выйдет как он называется один вот это сложнее чем надумал что-то очень гигантская как он точно называется вот так дай мышь drips distance какой-то короче тебя скину вот этот загружай скину еще какой-нибудь красивый реально где он находится а вот чуть пониже все я вот эти две скину все и вот слегка там подкрасить но теперь кисточку возьму full soft какой-то тут и чуть-чуть подстеру чуть-чуть там добавлю то есть только пасть там поменим и вот так чуть-чуть какое-то там затенение стираю намазу стираю там намазу слегка чтобы было как-то интересно это все смотреть когда x когда инвертирует здесь меняется я постоянно туда-сюда просто и слегка создаю вот это затенение ну дальше там не буду мучить просто покажу что тебе чуть-чуть надо слегка вот утемнить не везде а каких-то местах вот я про вот эту внешнюю кромку понятно просто какие-то пятнышки там появились вот это конечно бред силы кобыла можно стереть все и уже чуть-чуть она не шумную чуть интереснее смотрится какого-то какая-то мы потом еще одна грязь добавим теперь давай разбирать дальше пирог шуме там было это наверно то которая нужна так посмотрим что мы тут наделали наклейки мы сделали дверку bass color вот она наша дверка есть чуть-чуть и оттенки слегка не нравится может быть ну там давно он просто модель не смотрел вот что у нас следующий по порядку ну там наверно у нас по порядку принципе остается градиенты и грязь какая-то вот ну давай посмотрим что мы сделаем грязь мы плюс-минус уже научились рисовать пока мы отложим вот вот она видишь не отдельный слой там повсюду грязь так а давай металл вот у нас тут металл из которого не делали я не знаю есть ли у тебя такой материал он обычно по дефолту есть называется там стил раз как-то но я у себя не нашел по неизвестной причине он куда-то там делся вот я ближе показываю вот он плюс-минус он похож на него плюс-минус не кардинально сто процентов но похож близкий что мы делаем я этот материал сейчас открою покажу он стандартный его можно в принципе скачать тут есть техническое описание вот сейчас я пус что в атрибьютор что это от аллегоритмик вот что он тебя должен быть если не будет мне напишешь его те скину вот у меня он почему-то делся я потом его искал просто у себя в созданных смарт-материалов бывает такое ну а накидываем он находится здесь он может немножко по-другому назван стил или нить вот просто тупо находишь его он как-то назван вот и у него есть разные параметры то есть можно цвет ему поменять насколько он будет там его к вариации цветов оттенков вот этого металла вот насколько он будет запачкан вот идет дёрт интенси видишь типа грязь какая-то покрывает его и тут насколько появится там ржавчина то есть такое довольно хорошенький материал чтобы быстро кашет делать какие у меня параметры стояли у него во первых я поменял color после тыкнув пипеткой где-то вот тут на средний оттенок где-то в эту область сейчас это не будут их чтобы не испортить color noise там что-то немножко проиграл возможно металл рафну сделал немножко чтобы он не сильно блестел сейчас я давай выключу все остальные чтобы тебя не смущало что он чисто такой чистый был ну раз ты в принципе вот короче вот эти все параметры эти сейчас скриншот скинул просто примерно это не означает что ты их в точности должен повторить но просто как вот некая база чтобы ты понял что примерно наставил то есть рафт нас я ему не сильно высокий стал то есть можно менее его чтобы сделать шероховатым можно делать более блестящим такое это основной под материал потом у меня идет следующий материал это вот стил раз тот же самый тот же самый то есть его скопировал и поменял ему кола но здесь то есть вот я что-то меняю давай сейчас эту маску пока тут залью фил чтобы было понятно что происходит вот что-то я тут менял принципе слегка что-то какой-то шум видишь там появляется зубчатый добавил цвет немножко утемнил то есть выбрал цвет и там опустился или поднялся не помню что сделал но чуть-чуть уменьшил и повысил ему что дёрт что он более запачканный это я вот сделал эту кромку отбитую и поменял по моему ему позицию хайдж позитивно стоит 0.048 я сейчас криншотки отправлю у того я ничего не менял по хайке этот второй то есть он должен быть закруглены почему потому что он у меня час отбивает вот эти фаски всякие заклубления всякие повреждения там всякие там раз шум плюс если я не поставлю вот это хайдж позитивно 048 а поставлена допустим на 05 то все маги исчезает после лишь нету хайки то есть что это типа откололся и все остальное но тогда я те скину он обычно вроде стандартно вот по маскам я просто накинул генератор надеюсь помнишь к генератор а д д генератор генератор metal edge виллер вот в принципе у него почти ничего не крутил старее всего все дефолтный только в пейнтером сейчас зайду маску немножко вешал подстирал чтобы он не смотрелся слишком процедурно сейчас тогда тебе скину этот материал шоу explorer вот и вопросы вот так перекидываешь и выбираешь что это просто кстати а почему я в виде пресета и что этим в виде смарт-материалу но вроде и ставишь шоу должен быть добавлен навсегда не знаю почему виде пресета арташи его сделал самый виде пресет то есть тут ничего не надо менять только чтобы он тебя бесконечно остался в библиотеке поэтому лагерию ассет чтобы он всегда у тебя был вот так и сделаешь так сейчас так господи я уже потерялся где она обычно там без материал на это скорее всего я просто создал из из мат материалов когда вы нам в принципе следующее то есть принципе основное то что нужно его более шероховатым сделать более немножко темноватым вот следующее что я сделал это вот такие полосочки давай сейчас выключу все остальное лишь вот такие полосочки появились вот если мы посмотрим на референс там тоже есть ну это типа когда там на фрезере вырезали я сильно в тех технологиях не разбираюсь то есть такие засечки то есть что это такое это обычный заливочный бейс материал в которой я выключу колор то есть колор мне здесь не нужен которым я понизил металлик потому что там где есть прорези там типа окись там более сильно выражены то есть здесь я понизил лишь 089 я сейчас перейду в металлик то есть стоит много в принципе замешивания поэтому оставляю вот его понизил то есть видишь вот начинает он появляться тоже здесь металлик вот я сейчас верну вот эту штуку то есть я решил понизить металлик вот и здесь ну да там можно хайку чуть-чуть добавить но я принципе это проигнорировал очень небольшую какую-то же там небольшие прям провязи вот но я проигнорировал ну там отрицательное значение то вот такой маленькой-маленькой так как он маленький его пример и понизил раф нас вот видишь то есть чтобы он более цеплялся что находится в маске захожу маску и смотрим находится анизотропия обычно анизотропия но из это обычный если перейдешь в вот вот сюда где текстура то вот эту текстуру ты найдешь анизотропия но из она называется то есть это чтобы начальниках вот она видишь она есть круговая есть вот такая это не за тропе то есть сильно не буду вдаваться в подробности ну давай просто зайдем в поисковик анизотропия на металлах кого-то там наш прям таким наждачкой провели надеюсь это найду ну или там придет сейчас чайник да мы такой не зайдем тут только вот найдем только вот такую картинку которую показывают нам нужно было на реальном объекте каком-то посмотреть как выглядит анизотропия наверно полированный чайник я просто хочу тебе пример просто показать как выглядит именно вот это карта который мы сейчас смотрели ну наверно кроме вот этих вот этих дисков которые тут сейчас увидел мы это больше не увидим вот когда мы смотрим и он так переливается такие типы полос понимаешь сейчас эти удачных примеров не найду надо было подготовиться просто кидаю эту текстуру здесь я ничего не меняю единственное что я таллинг ставлю 15 единицы это выглядит так так как мне нужно довольно часто вот 15 ставлю три планах проекцию именно видишь в виде большого бокса я ничего не меняю оставляю то есть я могу и чтобы подвинуть все больше в принципе здесь ничего вроде не менял и добавляю вычитание просто чтобы ну разнообразие потому что он там не постоянно непрерывный ты можешь любой можешь сам пост подтереть обычную какой-то гаунж куб веб не знаю что это такая текстурка этот нашел вот то есть все можно найти у нас тоже стандартная вот она она вроде она не не она я неправильно писал земля то есть любую текстуру как довольно довольно сильно контрастно даже вот у которого может и просто подбираю чтобы сиска разбить можешь в принципе подтереть немножко все это дело и все больше ничего не делал и как это в общем смотрится со всеми материалом вот без анизотропии она становится как бы менее интереснее смотреть вот у нас есть эти полосочки вот они видишь чик-чик чирикуют тут меняют раф нас вот без вот этих скошенных фасок не похоже что объектом ну пользовались то есть там вешали замок и все остальное пачкали так далее вот принципе все вот это у нас именно вот эту петлю ну и сама папка то есть после накидывается после обычных колых селекшен ну чтобы после на этот объект распространялся но я думаю ты уже помнишь как это все делается так поехали дальше грязь грязь что здесь в грязи тут всего как видно всего два материала одна х селка другая основная грязь х ссылочку пока выключу это обычный без кого какого-то желтоватого сероватого оттенка любого какого ты хочешь но чтобы это выглядел как это некая грязь смотрим то есть у нас всегда объект он немножко испачкан понятно что это неудачный пример на на референсе но нам нужно рассказать историю ну вот видишь вот такая желтоватая грязь вот видишь тут забилось чуть чуть видно условно мы художественно обрабатываем повсюду потому что нам так надо референс у нас слишком чистый поэтому все равно вот эту грязь куда большим нам все-таки интереснее смотрелся на объект раф если ты грязь то обязательно она у нас довольно шероховато то есть все-таки раф нас довольно высокий там 0,94 не сто процентов никогда не ставь вот примерно там немножко не доводя и все остальное ну здесь я зачем-то хайку добавил ну потому что подумал что это все-таки грязь им которая большим слоем налепилась 0,02 добавил вот не делал такую штуку не надо так делать вот слегка можно добавить что у меня в маске находится в маске находится обычный генератор дёрт тут можно покрутить ползунки но примерно у тебя должно выглядеть именно так сейчас смотрим именно только в основном на вот эти места на пластик и все остальное вот то есть не смотрим там наклейки на плоскости нас интересует там где он должен появиться поэтому я вот выберу вот этот ракурс чтобы примерно ты понимал что можно всегда поднастроить то есть видишь увеличить вот он распространяется нам такого количества не надо пейнтом потом я добавляю пейнт чтобы почистить видишь я уменьшаю пейнтом вот убираю в некоторых местах чтобы не так было одинаково и однообразно вот и добавляю як потом я добавляю хэсэлочку вот я включаю сейчас хэсэлочку и что грязь она должна находиться выше всех твоих объектов ныне созданных то есть выше вот этого металла который ты создаешь вот этой петельки выше наклей потому что она должна лечь сверху если расположишь снизу то она одну пропадет поэтому это тоже держи в голове добавляю хэсэлочку хэсэлочки просто понижая ситуацию чтобы обесцветилось и затемняю вот примерно такие значения и меня чтобы она в какой-то там фиолетовый ушла цвет но если это был бы не белый цвет позади слегка там 058 что-то такое и и в принципе у хэсэлки у значение у меня сейчас лишь пониженная чуть там поигрался то есть всегда играйся с этим параметром в бейс колы так и что я делаю в принципе добавляю опять-таки масочку сейчас я все выключу вот эти просто беру забираю эту маску которую я создал вот эта грязь один у меня вот вот такие примерно параметры то есть меня не посередине стояла я вот выкрутил довольно влево вот потом добавил еще один фил с помощью него вычистил то есть вышел сместил вот это значение лишь вот тут начинает вычитаться в центре то есть я поставил есть что субтракт и все это дело заблюгал потому что вот такая разжиженная грязи который в принципе там вокруг себя что-то затемнил и все понятно сейчас я конечно слишком накрутил всего но уже визуально было видно все грязь ты можешь ее сам порисовать но тут основная то есть распространена такая желтая грязь то что будут другие разные грязи поехали дальше последнее что и тут от тела бы а вот эта штука вот она видишь вот не помню напомнить и объяснял ее как она делается на всякий случай тебе объясню что-то не сидела не рисовал руками тоже предполагаю что ты скорее всего так будешь это обычный объект обычный заливающий слой у которой только включена хайк ну давай от на вот этом объекте создаю масочку вот не забудь что грязь должна быть повыше этого объекта ну так как у нас хайка принципе это не повлияет сейчас пока поставлю красный цвет чтобы было видно ну и ножку хайку повыше накидываю black mask накидываю add paint адекватно называешь какие-то там пупырышки нажимая цифру 3 я буду проджектить вот но не обязательно можно в принципе в кисть добавить эту альфу и ищем тут процедурную альфу вот я захожу так стартовые ассеты ну по альфа вот здесь нахожу и мне нужен 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 я видно немножко прокосил я точно нахожусь в альфах извиняюсь вот здесь альфы альфа вот нахожу в стартовом контенте чтобы тебя не запутать и вот тут есть шейп бода ну квадратик у него есть всякие параметры видишь можно увеличить уменьшить эту фигню размыть ее если надо но я размывать не буду перехожу на английский язык буковка с правый щелчок и вот ставлю в нужное положение где он нам буду рисовать советую рисовать все-таки не в перспективе не в перспективе потому что если начнешь рисовать перспективе то появятся всякие непонятные лесенки а лучше в ортогональных проекциях то есть виды виды спереди вот так здесь я увеличу рамочку ну понятно по референсу смотрим вот я нарисовал тогда я стеру это лишнее что я тут нарисовал так у меня строк опасти немножко выключу нажимаю цифру 3 и рисую вот он раз кубик побольше сейчас очень маленький нарисовал на самом деле чуть-чуть под увеличу и рисуем все главное чтоб плюс-минус тебя было похоже сейчас рамки опять тоже слишком широкий снова уменьшаю его и рисую следующий понятно то есть чтобы не сидеть не мучиться ну бойского я выключу ну и все остальное оставлю только хайку ну и вот если ты такой слишком крупный стал не советую то здесь либо блюр фильтр можно накинуть то же вишина такая полукруглая если сбоку посмотрим я сейчас вот типа рисую вот стенку то на самом деле она вот такая я что вот тут разрез типа сделал вот поэтому она немножко не похоже но тут слишком ее с широкой сделал а так если сделаешь такую же широкую то немножко блюра вот слегка шифтом я слегка его добавляю либо я выберу бэвл тут где-то есть в принципе только надо всегда попытаться попасть в параметры вот видишь да я сделал полукруглую я сейчас включу выключу вот и что если тебя будет слишком тонкая кромка то это будет незаметно то есть необязательно сидеть накидывать бэвл все вот примерно как у тебя должно получиться и что я от реферанс отошел потому что у нас не слишком высокий текси вот поэтому она немножко больше мы делаем но посмотрим как у меня это на самом деле уместилась мне дано в принципе уместилась я очень маленькую рисовал в принципе такой же можно рисовать следующее теперь вот пошли градиенты тут у меня и у меня тут еще будет всего последняя грязь что у нас осталось из последнего по текстурингу здесь это вот курлатура это ambient окружены накидываю это черная грязь вот я сейчас включу выключу вот видишь вот тут появляется вот в этом месте смотри вот это я просто попытался вот вот эти черкаши вот такие сочные сделал видишь вот тут есть такие вот они немножко заблевина и что я не отображаю сейчас все текстуры сейчас я давай отображу потому что сейчас меня градиент пойдут и будет не видно так а что это обводка грязь это вот как раз таки то что примыкает к стене вот сейчас я включу выключу вот видишь вот тут то что примыкает это чтобы потому что у нас будет к стене примыкать объект и ему по дефолту немножко должен быть грязным ну с художественной точки зрения такое еще за одно затенение создает ну вот градиент желтый сейчас я сделаю официально перенасыщенным чтобы было видно вот видишь да и что немножко нужно подблюрить я его немножко преувеличиваю все отхожу вот и еще один градиент какой-то у меня тут есть вот я сейчас вот тоже видишь градиент прокидываю сейчас они еле-еле заметны но без них картина начинает немножко ложится и что на трансляции это не сильно видно поэтому я сейчас опять преувеличу вот тут градиент который просто затемняет всю картину то есть книзу у нас объект темнее видишь он в этой области давай сейчас бы и сколы включу очень смешно у меня какой-то не работает сейчас вот клеточками отображена значит где-то бы и сколов отключен у меня о извиняюсь вот на самом деле тут бы и сколов есть все просто кто-то его отключил нот начал появляться вот видишь темная вот к ссылочек затемняется градиент и вот этот еще какой-то у меня тут зеленоватый какой-то оттенок и ссылочка делает что-то вот сейчас я сделаю насыщенным вот видишь вот она зелень такая видно вот это просто чтобы добавить все-таки каких-то оттенков чтобы было интереснее смотреть на модель вот единственно сейчас я все это при увеличенном виде делаю это все плюс-минус ну таких на полутонах это работаешь чтобы было интереснее смотреть на объект и желательно это проверять всегда в бэйс колори если ты будешь смотреть на весь объект то это не сильно будет заметно так и ссылочку я тут немножко перекрутил где-то сейчас откачусь до того как я испортил все ну я уже не откачусь да вот это да я просто сделаем попустим сейчас пару моментов давай сделаем вот эти два объекта это курватурка и ambient occlusion делаю именно твоем проекте что я делал вот там у тебя уже все грязь к добавлено все дела и мы добавляем очень неожиданный элемент добавляя пустой слой выше там вот этой грязи которая там будет выше всего добавляя заливочный слой туда кидай генератор и генератор называется короче обычно то есть я бы когда вот и что мы добавляем на замок уже курова турку такой вот генератор а мы сейчас добавляем его на весь объект выключая все кроме колора вот видишь он уже начинает отрабатывать что-то у нас тут страшно происходит ставлю в брейсколове замешивание soft light то есть мягкая и видишь он начинает добавлять на кромках такое высветление ну как мы делали вот на вот этом замке изначально но уже повсюду то есть если у тебя есть грязь она тоже там слегка высветлится вот ставлю ему значение там 20 вот кажется что он исчез я вот сюда сейчас приближусь переключусь на base color и включу-выключу видишь начинает проявляться на base color все-таки твой рельеф видишь на вот его ты можешь слегка почистить то есть добавить там white маску добавить paint и слегка его где-то там приглушить из стену сильно он раздражает слегка то есть сделать его менее процедурным так что-то промазать слегка следующий объект вот я только сейчас его поставлю пока 30 немножко термоядерного чтобы все-таки плюс-минус было видно так мне уже нравится следующий что я добавлю опять заливочный слой пустой добавлю генератор и уже добавлю ambient occlusion выключу все кроме колора и хайки как видишь хайка начинает отрабатывать но она немножко шумит видно да вот перехожу здесь в хайку немножко там приглушу этом значение где-то 20 хватит на я пока поставлю 50 вот она хайка отработать сейчас включу выключу видишь на делать более глубоким наш объект добавлю сюда фильтр blue выключу все кроме хайки и как видишь он на хайку начинает распространяться только немножко его подблюгивать ну тут я показательный меня чтобы проверить я просто хайку выключу лишь немножко с делать более глубоким наш объект более выразительным как угодно но значение конечно пятьдесят многовато поэтому я поставлю 20 слишком сильно вот всегда пусть перепроверяем так теперь с бэйс колором что я делаю а то сейчас все перекрывает он бэйс возвращаясь здесь бэйс колор ставлю здесь замешивание по бэйс колору мультиплай чтобы он умножал и ставлю его значение ну тоже какой-то там 15-20 чтобы он чуть-чуть добавлял я сейчас оставлю 30 чтобы было визуально видно перейду на бэйс колор и по включаю видишь начинает добавлять глубины немножко наш объект он становится более интересным даже если у нас нету ни хайки не равнуса ничего надо куклуатуру выключу чтобы не смущал вот видишь добавляют оттенков надеюсь видно хорошо ну и пока в принципе все вот там немножко осталось по текстурингу но уже моделька у тебя будет там вырисовываться будет хороший так это я не сохраняю это тоже не сохраняем все пока у тебя есть вопрос хорошо